Мы продолжаем наш диалог, или наше рассуждение на тему разговор с Богом, что говорит об этом церковь, и есть ли у пастора личный опыт, и что может сказать по этому поводу пастор. Ну, мы завершили с вами прошлую тему с того, что подчеркнули, что человек вместо двух правильных моделей общения, это правильная модель общения с Богом у него была, и правильная модель общения с Творением, с себе подобным, с окружающим миром у него была. Вместо этих двух правильных моделей общения в Эдемском саду человек изобрел очень много заменителей, которые стали искажать реальность, которые стали искажать вообще дар общения. Вот, и много вот этих искажений, они проявляются сегодня во взаимоотношениях людей с людьми, во взаимоотношениях человека с Богом, его поисков с Богом, его взаимоотношений с Богом. И особенно сильно это проявляется в больших городах. Существует такое понятие, которое при диагностировании состояния разного рода людей используют психологи. Оно называется атораксия, то есть это состояние эмоциональной пустоты. Человек может, находясь в гуще событий, в потоке дел, в потоке забот, находиться в тот же момент в отрешении, в таком невозмутимом, как бы спокойном провале, безразличном провале ко всему. Во времена античности этот термин означал душевное спокойствие, равновесие, жизненные устремления, в которых присутствует, обратите внимание на это, сознательный отказ размышлять над метафизическими или конечными вопросами. То есть такие философские школы, как школы стоиков, кеников, они проповедовали спокойный образ жизни. Их боги, боги греческой мифологии были мощно очеловечены. Они были очень капризные, они были очень нервозные, они постоянно были в состоянии войны друг с другом. Они постоянно в свои вот эти мифологические войнушки включали людей, не давали людям спокойно жить. Люди были разменной картой или разменной монетой, марионетками. Вот в этих тактических играх мифических богов. Поэтому в античном мире философы изобретали разные модели спокойной жизни. Ну вот как раз в том числе и аторакция или состояние эмоциональной пустоты, достижение такого состояния посреди человеческого хаоса и сложной жизни. Оно проповедовалось, пропагандировалось. Но вот особенность эта очень важная была. Для того, чтобы такое состояние человек мог обрести и пребывать в нее, и быть мастером такого состояния, он не должен был как раз размышлять над метафизическими, конечными вопросами. Вопросами о боге не надо было думать. Вопросы о смерти не надо было думать. О благе общества, о других людях не надо было думать. Надо думать о себе здесь и сейчас. Вот правда, насколько это сильно соответствует современным моделям психотерапии, психологии, позитивной психологии. Вот, скажем так, восточным практикам разным. Самопознание, самосовершенствование. Вот, скажем так, осознанности, которая сегодня так популярна. Да, вот, хотя ее никто не может толком, грамотно сформировать и сказать же, на самом деле, что это такое. Вот, оно как ртуть выскользает, да, и меняет форму. Ну, вот это состояние атораксии, о котором мы говорим, да, эмоциональной пустоты, оно очень свойственно городскому именно сообществу, которое находится вот как бы в состоянии повышенного стресса, и люди пропускают ежедневно через себя потоки человеческих масс, вот, для того, чтобы не перегружаться вот этим факторами большого скопления людей и всего, что от них исходит. Человек, да, находится в поиске того, как среди большого количества людей наименьшим образом соприкасаться вот с этими самыми себе подобными людьми. Поэтому городское сообщество находится в состоянии общечеловеческой атораксии, и это городское общество всеобщей эмоциональной пустоты очень хорошо описал в своем стихотворении Евгений Евтушенко. Давайте я вам прочитаю. Оно очень известно, на самом деле, потому что оно было воспроизведено в известном фильме Ильдара Рязанова «Служебный роман». Нас в набитых трамваях болтает, нас мотает одна маята, нас метро то и дело глотает, выпуская из дымного рта, в светлых улицах, в белом порханье, люди, ходим мы рядом с людьми, перепутаны наши дыхания, перемешаны наши следы, из карманов мы курева тянем, популярные песни мычим, задевая друг друга локтями, извиняемся или молчим, посадовым, лебяжьим и трубным, каждый вроде, отдельным путем, мы не узнанные друг другом, задевая друг друга, идем, задевая друг друга, идем. В современной медицине атераксию как раз рассматривают, или этот феномен, это явление, как приобретенную болезнь, которая проявляется в разных защитных реакциях психики человека. Приобретенное состояние эмоциональной пустоты рассматривается как защитная реакция человека, переживающего крайне сильную ежедневную стрессовую ситуацию. И чтобы избежать вот этого дальнейшего накопления стресса, депрессии, возможных травмирующих событий, подсознание человека ставит определенные блоки и ограничивает психические способности человека испытывать и проявлять сильные эмоции. Поэтому человек существует как бы в обществе как оболочка, молчаливая оболочка, безэмоциональная оболочка. Вот он стремится как бы к какому-то такому болезненному безмятежности, скажем так. Стремясь защититься от психотравмирующего события, человек начинает проявлять удивительное равнодушие, вот холоднокровие и сдержанность ко всему. Таким образом, избегая сильных каких-то эмоциональных потрясений, вот, и самый опасный человек, да, после пережитого какого-то, может быть, сильного стресса, перестает, испытывает подчас даже страх в опасных ситуациях, в экстремальных ситуациях. Он как бы становится безучастным, эмоционально отключенным не только каким-то, может быть, нейтральным вещам, да, но и явное зло уже может воспринимать абсолютно инертно, да, не замечая, что это зло, настолько он как бы выключился или выключается вообще от всего того, что происходит вокруг него. Атараксия свойственна людям определенного, скажем так, склада характера, вот, и у нее есть свои причины возникновения, давайте их подчеркнем. Ну, во-первых, это сильные стрессы, они вызывают состояние эмоциональной пустоты, длительное состояние апатии, да, безразличие ко всему, синдром эмоционального выгорания, прием каких-то, может быть, даже психотропных препаратов, перенапряжение, а органическое, как бы, поражение головного мозга, это все так или иначе сказывается, да, и создает вот эту модель отрешенности человека от реальной настоящей жизни вокруг. И это все так или иначе может сказываться, естественно, на восприятии Бога и кризисов построения живого богообщения, да, диалога с Богом, общения с Богом, потому что модель атораксия, человека отрешенного, эмоционального, опустошенного человека, который намеренно помечает в себя безличностный провал внутренний в самого себя, да, но предполагает, что и для Бога он скрывается, и голос Бога и становится просто для него неслышим, непонятен, невозможен. Вот. То есть, такие все состояния, они действительно становятся переизбытком эмоций, а городское пространство, да, и жизнь в городе, она как раз предполагает заполнение человека вот разного рода эмоциональными всплесками, позитивными, негативными, поэтому переизбыток эмоций, он тоже подталкивает к атораксии. И городская жизнь также для кого-то создает формат нехватки эмоций качественных, позитивных, положительных, помогающих человеку жить ежедневно в потоке, вот, чтобы жизнь была для него интересна, бывает и так. Поэтому разного рода, да, городская жизнь в разных своих проявлениях, она так или иначе способствует тому, чтобы человек был отрешенным, вот, и погруженным настолько внутрь себя, да, что просто-напросто уже даже и самого себя он не слышит. Атораксия, которая достигается естественным путем, например, следствия стрессов, их воздействия, она чревата развитием разного рода других психических расстройств, ну, и иногда даже настолько оказывает сильное влияние, что это разрушает в чем-то или нарушает деятельность головного мозга, поэтому в больших городах такой огромный процент людей с пострадавшей психикой, скажем так, от чего-либо. Но мы верим, что для всех людей существует возможность войти в Царствие Божье, это значит войти в состояние Богообщения, и это подтверждает ответы Иисуса, которые Он дал фарисеям. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 17 главу, 20 и 21 тексты. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божье, отвечал им, не придет Царствие Божье приметным образом, и не скажут, вот оно здесь, или вот оно там, ибо Царствие Божье, говорит Иисус, внутрь вас есть. Бог вездесущ, любая точка Вселенной может с равным правом сказать, что Бог находится там, Бог находится в ней, но Бог не только присутствует, Он говорит, Евангелие от Анны начинается именно с таких слов, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Без Богообщения, пребывания в блаженстве, или в счастье, оно просто-напросто невозможно, и естественно имеется в виду личное общение, потому что наш Господь это личность, это не теория, это не концепция, это не идея, это не формула, это не правила, это не философия, наш Бог это личность, личностный Бог, Бог диалога, Бог общения. В общении очень важно не останавливаться никогда, братья и сестры, на достигнутом. Сегодня мы хороши, потому что сделали то-то и то-то, в продвижении развития отношений с Богом, а завтра этого уже может быть недостаточно, хотя мы сегодня как бы обрели мощный успех. За каждым нашим успехом следует следующий призыв от Бога к нам, следующее дерзание, на которое сподвигает нас Святой Дух, и прежнего успеха становится уже просто-напросто недостаточно, поэтому христианство это прогрессивный опыт Бога познания, прогрессивный опыт взаимоотношения человека с Богом, это иная глубина, но это всегда наш выбор. Развлечение, удовольствие, забытье, хобби, невежество, тщеславие, или общение с Богом. Следует помнить, что Христос всегда и во веки один и тот же, Он всегда рядом, и Он всегда Бог общения. Наши взаимоотношения с Богом не являются чем-то одномоментным, они длятся всю жизнь, они включают в себя то, что Иоанн называет в первом послании, в первой главе, с третьего по седьмой текстом обыгрывается вот эта идея, раскладывается, в которой звучит то, что мы живем хождением во свете, то есть сохранение и поддержание восстановленных отношений с Богом, когда Дух Святой указывает нам да, на наши грехи, да, может быть, на наши неудачи, недостатки, и ожидает от нас соответствующей реакции на это. И это не должна быть реакция погружения себя, вино, рвать волосы на голове, биться в истерике от того, что не получается. Чудо вечного, ежедневно обновляемого примирения нашего с Богом усилиет и нашу способность к христианскому общению с самим Богом и с другими братьями и сестрами. Вот в этом и состоит суть христианского общения. Оно не столько связано с нашими личными, скажем, контактами, сколько отражает наше взаимоотношение с Богом. Взаимоотношения с Богом первичны, они являются термометром, с помощью которого измеряется или сверяется наше взаимоотношение с себе подобными. Только выдвинув нашу связь с Богом на первое место, мы можем сделать межличностные отношения с другими людьми такими, какие они должны быть на самом деле и каким нам надо стремиться. Нельзя примириться с другим человеком, если мы не примиренные с Творцом. Мы также не можем быть истинно примиренными с Творцом, если мы при этом не научились понимать, прощать и выстраивать диалог друг с другом. Очень много разнообразных голосов, они отовсюду пытаются переключить нас с канала Богообщения на что-то другое, Божий голос звучит всегда и везде, но надо верно настраивать ежедневно свой слух, чтобы слышать Бога в этих разнообразных шумах, различать голос Бога от идущего вот этого шумового общемирового фона. Наши последующие встречи как раз и будут посвящены тому, каким же образом и через что Бог говорит что-то ежедневно нам. Давайте еще раз помним слова, обращенные некогда к пророку Исаии, 42 глава Исаии, 20 стих. Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. И наша задача вот на на этих встречах живое общение с Богом, опыт и традиция церкви, опыт пастора, учиться вступать с Богом в такие взаимоотношения, чтобы Он нам ежедневно мог сказать «Ты видел многое и замечал, уши были открыты и слышал». Да хранит вас Господь и до скорой встречи. Пусть Божья благость и Божья милость, Божья чуткость и Божьи слова, обращенные к нам, будут нами восприняты, услышаны и оценены. Аминь. Аминь.